друзья всем добрый вечер я обещал включиться я включаюсь мы нам собирали 40 50 лайков я думаю что это достаточно для того чтобы собиралась аудитория сегодня предлагаю общаться неформально дождемся сколько у нас публики соберется я рад буду ответить на все ваши вопросы потому что я был три дня на конференции сипек там где вы там где выступал трамп вчера ну в общем было довольно интересно эта конференция она собирает всех консерваторов всех республиканцев со всех штатов выступление трампа мне довольно понравилось я вчера включался я пытался там перевести некоторые вещи ну месседж следующий то что трамп и сама конъюнктура республиканцев она сейчас фокусируется на внутренних вызовах америки она фокусируется да наверно в очках не в очках отсвечивает она фокусируется на будущее республиканской партии потому что было много слухов и опасений то что после избрания трампа республиканская партия вообще рассыпется потому что мы знаем много ястребов республиканцев в том числе и буш там старший другие они критиковали трампа они подписывали письмо против того чтобы трамп не был президентом там они поддерживали других кандидатов поэтому в шестнадцатом году была действительно большая вероятность и большие такие большие риски то что республиканская партия сша пересек прекратить свое существование потому что сама республиканская партия это огромный механизм это не политические партии в украине потому что в украине это не партия это вообще какая-то хрень ну большинство из них это просто какие-то о-о-о зад закрытое акционерное товариство там и тому подобное поэтому а республиканская партия сша это действительно ячейки это в первую очередь идеология идеологическая платформа на которой стоит партия это лидеры и лидеры не только как вождизм в украине это лидеры по всех во всех этих штатах республиканская партия она избирается и в конгресс центральный конгресс и на федеральном уровне и на уровне штатов поэтому это действительно сильная махина это сильный механизм с огромным количеством первую очередь идеология затем стоят доноры которые финансируют партию бюджет партии республиканцев это но это миллиарды долларов но они как бы ну понятно что это не в мешках там заносят да вот республиканец идет у каждого республика ну каждого политика по сути есть свои доноры с которым он либо она постоянно сотрудничают они допустим идут на выборы им нужны деньги на выборах они собирают своих спонсоров говорят что вот я иду в политику мне нужна такая-то сумма и вы меня там поддержите как-то там я не знаю там финансируйте меня и тому подобное поэтому донорство это отдельно вообще тема в американской политике и донорство но очень развито но естественно если здесь элемент коррупции да безусловно есть потому что часто допустим республиканец который избрался и если там general motors профинансировала профинансировала скажем так этого политика естественно что они ждут какого-то ответа вот и как правило да действительно политик может потом как когда будучи избранным он понимает что ему там условно говоря general motors нужно будет опять обращаться поэтому в этой ситуации конечно они каким-то образом стараются держать поддерживать дружеские отношения со своими спонсорами потому что изначально когда партии создавались изначально просто люди финансировали эту партию то есть изначально обычные donations обычные пожертвования для партии давали обычные люди как и сейчас это происходит но как только был принят закон который называется citizen united доноры начали заходить отовсюду лимит фактически раньше был лимит по моему 5000 долларов на индивида citizen united сам акт отменил этот лимит и по сути донор может купить целую избирательную кампанию то есть если допустим там избиратель дает там по 100 долларов по 200 долларов да как обычный человек то донор general motors это корпорации их таких корпораций много там google там microsoft они фактически покупают политика да то есть они вливают сразу там 5 миллионов долларов в компанию 10 миллионов долларов компания такая штука была с hillary clinton когда так оказалось что за ней стоят там действительно огромные корпорации и за ее компания стоит непрозрачное финансирование более того эти корпорации они даже бывают не резидентами соединенных штатов америки то есть фактически на американскую политику феномен получился в том что имея вот вот эти пробелы в законодательстве в американских законах на американскую политику начал влиять начали влиять транснациональные корпорации то есть корпорации которые работают за рубежом в россии в иране и тому подобное они через некие подставные организации даже там как не правительство организации либо каких-то подставные подставную донорскую организацию они фактически начали вливать колоссальные суммы в американскую политику и на этом попалилась hillary clinton когда действительно были понятно непрозрачное финансирования, но, условно говоря, когда она, если здесь конфликт интересов, когда она едет, вот она является госсекретарем, а ее муж бывший президент, и их приглашают выступить в Иран, какая-то компания, и Биллу Клинтону за лекцию платят 50 миллионов долларов. Естественно, что это не прямой подкуп, потому что они понимают, что это бывший президент, и мы ему платим за лекцию, всего лишь лекция Билла Клинтона 50 миллионов долларов, но его жена является госсекретарем США. Естественно, что это лоббирование, это попытки повлиять на политику США, на внешнюю политику США, попытки склонить как-то на свою сторону того либо иного политика, либо чиновника, и в этом тоже есть проблема. Поэтому республиканская партия тоже с этим сталкивалась, и все политики с этим сталкиваются. Но я о чем? По поводу Трампа. По поводу Трампа его выступление понравилось в том, что он действительно сфокусировался на внутренних проблемах, и он говорил о том, что нужно опять ценности республиканской платформы, они состоят в том, что надо постоянно урезать налоги. Самая главная статья бюджета, на которых республиканцы со времен Рейгана настаивают, это оборона, национальная оборона и тому подобное. Поэтому в этом году американцы утвердили рекордный бюджет на 700 миллиардов долларов на оборону, и эти затраты на оборону постоянно растут. В то время, когда налоги, это в первую очередь для среднего бизнеса, для среднего класса, для upper middle class, эти налоги сокращаются, сокращаются и сокращаются. Поэтому Трамп сказал, что за 18 лет мы получили максимальное сокращение этих налогов. То есть мы сократили налоги так, когда это не было в истории за последние 18 лет. Второй момент. Он сказал, что надо пересмотреть отношения к лотереям Green Card. Что с Green Card не так? Объясняю. Ну то есть как в их понимании американцев и понимании Трампа. На Green Card, то есть идея в том заключается, что в Америку должны приезжать люди, которые делают это по своим способностям, либо талантам, а не по лотереи. Человек, который устроил теракт в Нью-Йорке, я не помню, как там его звали, который въехал на грузовике в толпу. Погибло, к сожалению, несколько людей. Но этот человек, он приехал по Green Card и привез там с собой еще кучу родственников. Поэтому идея в том, что Green Card надо отменять, потому что мы не знаем, кто выиграл эту Green Card, кто эти люди. Поэтому это тоже было поддержано, воспринято. По внешней политике Трамп фактически ничего не говорил. Он говорил, что там, ну... Он не говорил по внешней политике, он говорит, что с Китаем мы дальше продолжаем, скажем там, сотрудничество, но это наш, как бы, такой оппонент, экономический в первую очередь. Вот, но по поводу того, что... Он говорил, что мы вышли с TPP, Trans-Pacific Partnership, из других соглашений, поэтому это невыгодно, потому что американцы создают, скажем, они вывозят свои предприятия за рубеж и создают рабочие места для иностранцев, а не для американцев. Поэтому он подчеркнул на то, что за год его правления было создано рекордное количество там за последние 15-20 лет рабочих мест, как для мужчин, так для женщин, так и для других, скажем там, других национальностей. И те, которые там... Ну, он об этом говорил. По поводу... И многие спрашивают вообще по поводу стрельбы во Флориде, когда погибло 17 человек, я напомню, что это был маньяк, ну, не маньяк, это был какой-то отмороженная малолетка какая-то. Парень, 19 лет, расстрелял своих одноклассников, учителей, погибло 17 человек минимум. Некоторые люди еще находятся в таком шоковом состоянии, либо они ранены. И это вызвало огромные дебаты, потому что поправка 2 Конституции США говорит о том, что люди могут свободно владеть, пользоваться, распоряжаться оружием. То есть они могут это оружие покупать, применять и тому подобное для того, чтобы защитить свои права. Но после таких инцидентов, конечно, социалисты, демократы, скажем так, они раскручивают скандал, они говорят, что вот, смотрите, вот к чему приводит свободное ношение оружия, к тому, что какой-то несовершеннолетний покупает его и потом стреляет своих одноклассников. То есть здесь дебаты заключаются между тем и тем, что надо либо не надо, либо надо сокращать, либо надо ограничить ценз, либо надо какие-то тесты сдавать перед тем, как купить себе стрелковое оружие, либо просто запретить, скажем так, армейское оружие, ну, допустим, как там М-16, это является армейский автомат, запретить вот армейские автоматы, с которого можно убить много людей, которые там, я не знаю, очередями стреляют, а только распространение, чтобы это было на оружие. И это были большие дебаты, но демократы говорят, что государство должно в это все вмешаться, государство должно пересмотреть вторую поправку Конституции, государство должно ограничить свободное хождение оружия, там, свободное приобретение и тому подобное. То есть государство, государство, государство. Республиканцы, и Трамп это озвучил на Convention, он говорит, нифига, ребята, давайте лучше вооружим учителей, давайте, плюс учителя пускай учатся стрелять, воевать, тем более многие учителя, они были либо в армии раньше были, либо работали в правоохранительных органах, они умеют пользоваться оружием, и давайте вооружать учителей лучше. То есть мы видим концептуально два разных мировоззрения, которые разделяют любое общество. Оно разделяет общество не только как по национальному, да, а оно разделяет общество и вот по идеологическому, в первую очередь. То есть оно делится на левых и на правых, любое общество, даже в семье. Левые это те люди, которые выступают за максимальное государство. То есть государство это как коммунизм, коммунизм был, да, то есть государство должно влиять на все, государство должно все регулировать, вы должны платить больше налога, государственный аппарат должен расти, всех контролировать и говорить, что им делать. То есть ультра, скажем, радикальное движение демократов, социалистов, это коммунисты, которые выступают вообще за абсолютное государство. То есть там где нет роли индивида, там где нет роли личности, там есть государство, система, аппарат, называйте как хотите, то в чем сегодня живет Украина, Россия и другие постсоветские страны. Аппарат. Государство должно внедрять свои законы, государство должно навязывать всем свою повестку. Вот об этом думают демократы. Есть разные течения демократов, есть более либеральные демократы, есть ультрасы типа Сэндерса, который чуть ли не коммунист, который должен говорить, что должно быть бесплатное образование, должны быть там бесплатные услуги и тому подобное, но вы чем-то должны платить за это, правильно? Государство же не может дать все. В Совке за это платили свободой, за дешевую колбасу платили свободой, платили миллионами убитых и замученных в лагерях и тому подобное. То есть пиковое состояние демократов – это коммунисты, которые хотят все контролировать, которые не видят личности, а видят систему, аппарат. И большинство людей по своей человеческой природе с этим соглашаются, потому что сам человек – существо ленивое. Как там Карл Юнг сказал, что там всего лишь 5% населения думают, из них там 3% думают, что они думают, а реально думающих людей – 1-2%. Так вот, большинство людей сознательно, либо неподсознательно, они соглашаются с демократическими социалистами. Почему это происходит? Потому что так легче. Потому что большинство людей – это просто люди. То есть они не заморачиваются, что происходит в политике, они не заморачиваются, как будет жить их страна. Эти люди живут главными потребностями человека – маслоу, первая безопасность, еда, работа и тому подобное. То есть такой категории людей, коих является большинство в мире, их 80%, может где-то столько, а их устраивает государственный аппарат, их устраивает государство, которое всех контролирует, их устраивает вождь, я не знаю, как угодно. То есть люди будут делать, еще там кто-то сказал, что люди будут делать все, они будут погибать, они будут биться головой в стену, все что угодно, чтобы только не думать. Пускай за них думает государство. Вот с чем отличается социализм, коммунизм от республиканства. Республиканцы отходят от другого. Они говорят «we are the people». То есть они говорят о том, что мы не человек для государства, а государство для человека. Республиканцы говорят о том, что свобода в первую очередь идет. И человек, который сейчас в правительстве условно говоря, люди, которые в правительстве, их туда избрали для того, чтобы они представляли интересы людей, граждан, people. И мы несем ответственность. То есть то же самое, как мы этого человека туда избрали, так же самое мы этого человека можем оттуда и отозвать. Либо не выбрать на следующих выборах. То есть республиканизм предусматривает полноту ответственности за себя в первую очередь. И за свою жизнь, и за свое окружение. Поэтому республиканцы всегда были в меньшинстве. Но они создают рабочие места. Они платят налоги. Они беспокоятся об обороне и тому подобное. Они беспокоятся о свободе своей страны. И о независимости. И то, чтобы дальше, скажем так, государство не разрослось. И чтобы в итоге оно не оккупировало все институты, как это сделали во время Совка. Ленин со своей стороны... То есть не Ленин, а этот... Вашингтон со своей стороны он говорил, что государство это зло. И с этим злом надо бороться. Но без него мы тоже не можем. Поэтому мы должны как пламя постоянно это зло тушить. Но затушить мы его никогда не сможем. Задача республиканцев постоянно сопротивляться системе. Порошенко, Янукович, Путин, неважно. Вот в этом задача республиканцев. Потому что любое наступление на права и свободы они подразумевают как наступление на их личное. Поэтому они выступают... Конечно, демократы не хотят, чтобы... Они хотят, чтобы оружие контролировалось. Но республиканец говорит, это мои права. Это вторая поправка Конституции. Вторая статья поправка Конституции. Я имею право носить оружие. Я хочу быть с оружием. Потому что я не верю государству. Я не верю, что меня может защитить полицейский. Я не верю, что они когда-то приедут, как в американских фильмах. Полицейские приезжают всегда в конце всего. Я в это все не верю. Я личность, человек, гражданин этой страны. Я беру ответственность на себя. Я беру ответственность за защиту себя, своих близких и своей семьи. Поэтому в республиканском штате Аризона висит вывеска на доме. Там, где написано, здесь полицию не вызывают. И там, где больше всего стволов, там меньше всего преступность. А там, где регулируют и тому подобное, там, конечно, большая преступность. Потому что полиция либо не приезжает, либо действует непрофессионально, либо приезжает в конце. Так вот, к чему я? Я считаю, что в Украине у власти это бывшие коммуняки и бывшие леваки. Вот мы говорим о политике. Мы говорим, что любой политик, Порошенко, Гройсман, Яценюк. Первое, что бросается в глаза, когда я вижу их, когда они приезжают в Вашингтон. Первое, что задаст им любой нормальный политик, западный политик. Он попытается их, как мы люди, мы друг друга идентифицируем. Вот, допустим, я общаюсь с вами. Я говорю, ты журналист? Я тоже журналист. А где ты работаешь? А я там работаю на телеканале. А я там работаю в этом. А ты этого знаешь? То есть каждый человек, в принципе, он является социальным существом. И он пытается распределять, наш сенсор играет по принципу свой-чужой. Когда ты в Америке, с кем ты общаешься? Ты пытаешься найти русско-украинскоязычных. Ты пытаешься найти кого-то там с твоего региона. То есть ты все равно ищешь кого-то. Скорее всего, ты будешь общаться с кем-то, кто говорит на русском. Скорее всего, ты будешь общаться с белыми, а не с черными, либо с другими. То есть все равно ты пытаешься себя как-то идентифицировать, найти максимально общего. Так вот, когда приезжают наши, там, дед Снюк, там, ну, это вся братья, они, их нельзя идентифицировать, их сложно идентифицировать. То есть, допустим, я из политиков, я могу сразу определить, там, на глаз, да, даже не называть, ну, называть партию. То есть если сказать, что ты из республиканской партии, это уже понятно. То есть, скорее всего, ты там средний класс. Скорее всего, ты создаешь рабочие места, ты не любишь правительство, и ты правый. А если ты говоришь, что есть демократия, да, ты больше за либерализм, ты за однополые браки, ты за регуляцию, там, воружие, там, за запреты, за максимальное расширение государства и государственных полномочий. Так вот, когда приезжают яценюки и тягнебоки, не, не тягнебоки, я не буду о нем сейчас, а вот эта вся тусовка, непонятно, блин, пацаны, вы кто? Вы республиканцы, вы леваки, либо вы правые? Вот в чем проблема американско-украинских отношений, потому что их нельзя идентифицировать. Вот кто мне сейчас откажет, какая идеологическая платформа у Тимошенко? Она республиканка, либо она социалистка? За что она? Ну, за все хорошее против всего плохого. Кто такой Порох? Он республиканец, либо он демократ? Ну, по действиям он вообще, по-моему, какой-то клептократ. Вот это очень важно понимать, вот эту разницу между республиканцами и демократами. И когда ты приезжаешь в Вашингтон, как украинский политик, и говоришь о ценностях, то есть, потому что политика не существует без ценностей, у тебя должны быть ценности. Ценности — это номер один, с чего начинается политика. Если у Пороха нету ценностей, а у него их нету, значит, он не политик. Он обычный предприниматель, в лучшем случае. То же самое и Яценюка касается, и Тимошенко, и Ляшка, наверное, тоже. Туда же. Поэтому, когда они приезжают, надо понять, ты с левыми, либо ты с правыми. Но, как правило, у нас не то, что там люди не понимают, даже политики не понимают, вообще не смыслят ничего в идеологии. А это и есть идеология. Дальше от этого уже все отталкивается. То есть, если ты идентифицировался как республиканец, с тобой уже встречается одна группа людей. То есть, тебе легче наладить общение с Конгрессом, потому что они очень жестко относятся к России. То есть, почему нам легче общаться с республиканцами? Мне лично. Почему нам легче общаться с Линдси Грэмом, с Марко Рубио, с Тедом Крузом, с сенатором Маккейном? Почему? Да потому что они республиканцы. Потому что на их идеологической платформе то, что они обещали избирателям, повысить статус ветеранов, защитить американские интересы за рубежом, повысить бюджет обороны, который в этом году уже 700 миллиардов долларов, они стоят на этой платформе. Поэтому эта платформа выгодна Украине. Поэтому логично, что республиканцу в Украине, либо политику республиканской платформы в Украине, будет намного интереснее общаться с республиканцами и наоборот, общаться с республиканцами США, которые поддерживают Украину, которые хотят нахлобучить Путина и которые хотят дать Украине военную помощь. Потому что среди демократов таких мало. А среди республиканцев они есть. Поэтому я говорю о самом бессмысленном подходе. И я пытаюсь развеять миф о том, что все, что мы видим, вокруг нас происходит в Украине. Это все миф. Этого не существует. Это все фейк. Я имею в виду политики, эти лозунги, эти программы, выборы, политические партии. Это фейк. Это неправда. Не ведитесь на это. Вестись надо в первую очередь и верить в первую очередь делам и ценностям. Политик – это дела, второе – ценности. Поэтому я призываю всех… Это у меня вчера как раз выступление Трампа. Оно дало мне это все понять. Но в принципе американская политика, поэтому Америка и такая великая страна. Потому что американская политика. Есть четкое распределение по политическим взглядам либо республиканцы, либо демократы. Ведь давайте зададим вопрос. За 250 лет республиканская партия существует с 1860 года. Почему в Америке не появилось ни одной какой-то третьей, либо пятой партии? Вот в Украине 300 партий. Почему в Америке две? Две, друзья. 340 миллионов населения. Две партии. 150 лет и даже больше. Две партии. Почему? Почему в Украине 45 миллионов населения и 300 партий? А в Америке две. Потому что это эффективно, друзья. Потому что есть две идеологии. Есть леваки и есть правые. Все. Так в любом обществе. В Украине, в России, в Иране, в Казахстане, где угодно. Поэтому у них две партии. И эта модель себя очень успешно, довольно успешно зарекомендовала. Есть республиканцы и есть демократы. Все. Точка. Да, есть, согласен, некоторые партии, которые бывают между с ними. Ну как не между ними, а отвлетвение. Есть вот либертарианцы, которые тоже представители республиканцев. То есть, либертарианцы это, это как, допустим, коммунисты, это радикалы среди социалистов. Коммунизм это радикализм социалистов. Да. Которые там все. Государство. Личности нету. Государство все контролирует. Все бесплатно. Колбаса дешевая. Медицина бесплатная. Ну вы отдадите свою свободу нахрен. Но есть и, но есть и либертарианцы. Так, кому не нравится меня смотреть нахер с эфира. Просто говорю нахер. Блокирую его. Извините. Блокирую. Вот. И есть либертарианцы. Либертарианцы это ближе к, это ближе к Украине идеология. Я бы сказал, что это чуть ли не анархия. То есть, либертарианцы это люди, которые вообще не любят государство. То есть, они презирают. Они считают, что его чуть ли, я не знаю до скольки, но либертарианцы, они вообще не признают государство. Вот как Махно, да, там, допустим. Мне кажется, что он был как раз анархист такой, либертарианец, который говорил, вообще нахрен, анархия мать порядка. Мне кажется, либертарианские ценности в Украине, они тоже очень сильные. Там, где люди тупо ненавидят государство, они говорят, а нахрена вообще нам государство сдалось? Мы сами себе можем выбрать шерифа, мы сами себе можем выбрать прокурора, мы сами себе можем выбрать судей. То есть, по сути, если провести, можно сказать, эксперимент и показать, что просто вот какой-то взять небольшой город и убрать там вообще правительство, то очень интересно понаблюдать, что там произойдет. То есть, там произойдет анархия, беспредел и стрельба, либо там произойдет порядок. Вот Майдан, это был хороший этому пример. Это был реально пример, как люди живут без государства. Вот Майдан, это был уникальный исторический пример, когда, по сути, не было никакой вертикали, не было никакой полиции, не было никакого там министерств никаких, ничего. Майдан сам себя кормил, сам себя защищал, сам себя обеспечивал и тому подобное. Люди финансировали это все, приносили там и тому подобное. То есть, Майдан, это яркий пример республиканского подхода, когда ты вообще понимаешь, что государство, это все фейк. Оно нам, по сути, нужно в минимальных каких-то, там, для национальной обороны, для безопасности, для, скажем, для таких функциональных вещей. Но, по сути, этот аппарат нам не нужен, нам не нужна Верховная Рада на 450 людей. Еще один вопрос. 450 человек, нахрена? Зачем? Америка, 320 миллионов населения, Конгресс, Палата представителей, Нижняя Палата, 413, по-моему, человек, Конгрессменов, Сенат 100. Все, друзья, все. Поэтому в Украине 450, тоже непонятно, у каждого там по 5, по 10 помощников. В общем, у меня очень много вопросов, и я считаю, что общество должно следовать за людьми, за политиками, без политиков нельзя. Когда сейчас говорят, что политика это гибло дело, все они одинаковые, ничего подобного. Так говорят порохоботы, так говорит система. Тот левиафан, та совковая система, которая сохранилась в Украине, которая продолжает там процветать. Совково-олигархическая система, это еще хуже, чем совковая. То есть, по сути, если бы они были просто совками, у них бы там было бы, я не знаю, хотя бы они верили в коммунизм. Сейчас мы имеем дело с совково-олигархической системой. То есть, когда олигархи, используя совковый аппарат старый, они делают это для собственного обогащения и для того, чтобы потом выводить эти деньги за рубеж. То есть, капиталистический некий совковый гибрид. Тот, который происходит в Украине. Поэтому в этой ситуации, конечно, у этих людей нет никаких ценностей. У них нет родины, у них нет ничего. Я не считаю, почему нельзя называть власть украинской, потому что они не любят Украину. Если у них есть украинский паспорт, это не значит, что это еще украинская власть. Задача политика, а, любить свою страну, б, представлять интересы конкретной группы людей, которых их туда избрали, и в, это все обоснованно должно быть ценностями. И эти ценности, они либо левые, либо правые. То есть, либо этот политик будет стараться расширять аппарат, он будет стараться сказать, что государство должно, вот мы повысим пенсии, повысим зарплаты, повысим пенсии, да, вот социальщики и тому подобное. Это левачье, которое говорит не о том, что надо создавать рабочие места, надо давать удочку, а не раздавать рыбу. А они говорят, вот мы сейчас всем рыбу раздадим, а вы за нас проголосуете. В этом плане Порошенко, Тимошенко, Яценюк и эта вся движуха, это чисто коммунисты, которые хотят просто за гречку получить свои там, я не знаю, бонусы и тому подобное. Поэтому, республиканцы наоборот, эффективность мерила эффективность республиканцев, это сокращение налогов, это создание рабочих мест и создание условий для среднего класса. Как сказала Маргарет Тэтчер, социалисты классные ребята, но у них постоянно заканчиваются чужие деньги. Вот это четкая характеристика социалистов. Социалисты они классные, но у них постоянно заканчиваются чужие деньги. Еще она сказала такую фразу, нет государственных денег, нет бюджетных денег, есть деньги налогоплательщиков, наши с вами деньги. А государство ими распоряжается, покупая социальщиков, раздавая гречку и тому подобное. То есть республиканцы, они выступают за то, что они являются костяком, они наполняют бюджет, это они главные налогоплательщики, они создают рабочие места, поэтому у них должно быть все хорошо. И государство должно им служить в первую очередь, потому что они являются главными донорами страны. У нас все наоборот, в Украине считается, что средний класс надо резать, что средний класс надо уничтожать и тому подобное, средний класс должен уничтожать. Ну почему? Потому что у нас в Украине совково-олигархическая система власти. Почему так происходит? Потому что они не заинтересованы в среднем классе, им средний класс не нужен. Им нужно предприятия, заводы, фабрики, которые они контролируют с 90-х годов и тому подобное. Им нужны социальщики, люди, которые раз в 5 лет придут, поставят галочку за то, что им повысили пенсию на 5%, на 20 гривен. Вот кто им надо. Поэтому система будет выдавливать, сознательно, несознательно, но они будут выдавливать средний класс в Украине. В нынешнем раскладе, с нынешней системой у умных людей, образованных людей и у среднего класса в Украине шансов нет. И плюс, почему система это делает? Я говорю, что это делается умышленно. Потому что эти люди задают много вопросов. Эти люди ходят на Майданы. Эти люди включаются в Фейсбуке, общаются, пишут какую-то фигню про власть. И эти люди хотят, эти люди ездили за рубеж, эти люди были за границей. И они знают, как живут там и как живут в нормальной стране. Поэтому эти люди будут задавать вопросы, они будут делать какие-то неправительственные организации, ходить на Майдан. Зачем они нужны? Давайте пускай мы дадим им безвиз, пускай они уезжают со стороны. Вот так думает Левиафан, так думает система. И так система думает и действует. К сожалению, уже 27 лет. Поэтому в Украине есть политики. И опять же, тут надо следить за ценностями. Республиканские ценности, его республиканцам видно сразу. Республиканец это человек, скорее всего, это фермер, это предприниматель, это военный, это студент, который организовал какой-то профсоюз. Это люди активные, это люди 20% населения, которые создают рабочие места, которые публика, которые выступают, это не народ. Народ и публика это разные вещи. Я сейчас общаюсь с публикой, не с народом. Народ это все, это все население. А публика это активность, люди актив, социальный актив, по сути, которые задают темпы развития, которые определяют погоду в стране, которые доправляют вектор в стране, которые ходят на Майданы, которые борются, которые отдают свои жизни, которые финансируют ветеранов, финансируют волонтерские организации. Вот это есть публика. И мне кажется, сама природа публики этих 3-5%, она имеет республиканский базис, потому что эти люди создают рабочие места, эти люди служили, либо служат в армии, эти люди любят свою страну, эти люди ненавидят государство. Это и есть главный критерий для республиканцев, как в Украине, так в США, так и в любой другой стране. Потому что социум, в принципе, если его разделить по кастовости, по классу, по экономическим, любое общество, в принципе, оно более либо менее одинаковое. Вы везде найдете одинаковый процент бедных людей, одинаковый процент богатых людей, вы везде найдете одинаковый процент, я не знаю, супербогатых людей. То есть в этом плане как бы одинаковый. Поэтому в Украине надо менять саму модель. И от нее надо отходить, от совковой модели надо отходить, и от этой власти, которая представляет эту совковую модель, до республиканской модели. Несмотря на то, что Украина по конституции является республикой, по сути она является олигархией и клептократией и ОССР, а никакой не республикой. Поэтому я верю, что будущее за республиканской идеологией и за консервативными ценностями, это опять же религия, церковь, традиционные отношения, сдержанное отношение к ЛГБТ и тому подобное. То есть я не говорю, что их там надо бить палками и преследовать. Нет, это свободные люди. Я не против разных ЛГБТ, я даже не против их марша, если честно. Я это всегда говорил, пускай маршируют, пускай делают, до тех пор, пока это никак не ограничивает мою свободу. Ну, естественно, мы не можем это запретить и мы не должны запрещать, запрещает только государство. Но к этой категории отношения у республиканцев как бы сдержаны. Сдержано в чем? Они не ЛГБТ, скажем так. Республиканцы это в основном люди, которые верят в Бога. И как вчера Трамп сказал, что мы верим не в правительство, мы верим in God with trust, not in government. Мы верим в Богу. А правительство, они избрали для того, чтобы правительство служило людям в первую очередь. Поэтому речь Трампа вчера, она была довольно-таки зажигательная. И я считаю, что украинским политикам и вообще нам с вами, мне есть чему поучиться с этого спича. Потому что я республиканец, мне нравятся их ценности. Я уверен, что Украина это тоже республика. И Украине тоже надо понимать, к чему идти, как рисовать эту модель. Республиканизм это ответ на все проблемы, которые в Украине существуют столетиями. Республиканизм это децентрализация, это сильные регионы. Это то, там где люди свободны, там где люди выбирают шерифа, а не ментаем назначают с региона, с Киева за взятку. Там где люди создают рабочие места. И там где Киев не сует свой нос с налогами, там где не надо отстегивать барыгам, как сказал Саакашвили, которые сидят в Киеве, которые там все пилят. Вот и все. Роль Киева номинальная. Такая же самая, как и роль Вашингтона в США. Вашингтон даже не имеет taxations without representation. Жители Вашингтона не голосуют, у них нету представителя, потому что это особый статус города. У нас все решалы собрались в Киеве и все, если что, чуть-чуть сразу происходит в Киеве. Централизация. Совковая, конченая левиафанская централизация, которая губит страну 27 лет и которая является причиной Майдана. Теперь по поводу Майдана. Почему я считаю, что дели большая вероятность того, что Майдан снова повторится в Украине? Объясняю. По той же причине, о которой я озвучил ранее. Потому что чем больше ты, Украина, не Россия, чем больше ты крутишь гайки, чем больше ты нагибаешь регионы, чем больше ты нагибаешь региональные элиты, тем больше претензий к Киеву. Майдан всегда ехал решать вопросы в Киеве. Почему? Потому что там все сконцентрировано. Потому что чем больше ты закручиваешь, сжимаешь пружину, тем больше она выстреливает. И выстреливает она по самой верхушке власти. Я думаю, что то, что было в Закарпатской области, следующие Майданы, они будут происходить. Майданы неизбежны. И они будут начинаться в этот раз с регионов. Мне так кажется. Мне кажется, что народный гнев... Я не говорю, правильно это, неправильно. Я не даю экспертную оценку. Я не призываю никого ни к чему там делать и тому подобное. Но народный гнев, люди понимают, люди многие могут даже не доехать до Киева. Но они будут торбить власти на местах. Вот как это было в Тячеве. Как это будет там, было еще в многих городах. Потому что надо понять, Украина по натуре своя децентрализованная страна. У нас не любят власть в принципе. Нам нахрен не нужен царь. Украина это Америка в начале ее создания. Америка дала люлей Британской империи. Украина там обдевается от России. То есть Украина это Америка 17 века. Вот и все. Поэтому украинцам нужна новая конституция, новый социальный договор и полное урезание власти совкового вот этого аппарата, который уничтожает Украину изнутри. Еще хуже, чем это делает агрессия на Донбассе. Поэтому все политики, все, кто сейчас будут идти на выборы, баллотироваться в парламент, в президенты, надо им задавать вопросы ценностей. Какие, черт возьми, у тебя ценности там Порошенко, Яценюк, Аваков, неважно, какие у них ценности, вы республиканцы либо демократы. Если они вам говорят, что мы закончим там АТО за два часа, мы повысим социалку. Если они говорят, вот это не политики. Это решалы, это обычные, скажем так, проходинцы, которые волей истории, волей случая попали во власть. Вот это моя позиция, потому что у них нет ценностей. Вот можно назвать машиной, давайте возьмем философский вопрос, можно назвать очки, вот можно назвать эти очки, если здесь нету линз и нету оправы, а есть только вот эта вот фигнюшка. Это очки либо нет? Нет, это не очки, это эта фигнюшка, это эта пипетка или как это называется. Можно ли назвать политиков того человека, у которого нету ценностей, у которого нету визии, как он будет реализовывать свою стратегию, у которого нету там реального избирателя, постоянной поддержки, который не боится пойти на перевыборы завтра и быть снова-таки переизбранным. Можно назвать этого человека политиком? Нет. Поэтому надо говорить на черное-черное, на белое-белое и ни в коем случае не путать. Поэтому я уверен, что в Украине политики есть. Да, может они не такие там засвеченные, может не такие, скажем так, селебрики, но они есть. И мне кажется, что их надо поддерживать. Поэтому вот и снова-таки две партии довольно успешно существуют в США уже 200 лет. Ну, мне ближе, конечно, республиканская партия, но в самой республиканской партии там тоже есть много ответвлений. Есть либертарианцы, о которых я упоминал. Есть неоконсерваторы, да, то есть это типа такие жесткие ястребы, типа Маккейна, Линдси Грэма, Рубио. Есть более либеральные, есть те люди, которые чисто пришли поддержать бизнес, там, средний класс и тому подобное. То есть есть очень разные, есть разные ответвления. Ну, ценности в любом обществе, в семье, в стране, еще где-то их две. Это социалисты и республиканцы, это левые и правые. Еще два слова я хотел добавить. Вы можете сейчас мне задавать вопросы, я вам могу ответить на несколько вопросов перед тем, как идти дальше работать. По поводу национализма. Вот в Украине, там, Азов, правый сектор, свобода, они заявляют, что мы националисты, мы будем бороться за единую нацию и тому подобное. Национализм, блин, друзья, это не идеология. Национализм это норма. Любой гражданин, который любит свою страну, он уже является националистом. Патриотом, как угодно называйте. Национализм это не туда и не сюда. Я не понимаю лозунги некоторых националистов, которые говорят, что вот мы националисты, мы будем обудовывать украинскую нацию и тому подобное, но сначала мы раскулачим олигархов, все забрать, поделить и тому подобное. Но тогда это национал-коммунисты или кто это такие? Ну, непонятно. Поэтому я утверждаю, что национализм это норма. Каждый гражданин, который любит свою страну, он уже является национализмом. Национализм я сравниваю с патриотизмом. А патриотизм это не идеология. Это как, ну ты патриот, ну патриот, ну любишься, ну да, значит патриот. Поэтому это не о диалоге. Я не рассматриваю национализм как отдельный, может это какое-то структурное, но структурное это либо левое, либо правое. Если вы националист, то вы хотите забрать, либо поделить, либо вы хотите сокращать государственный аппарат, вы хотите создавать рабочие места, вы хотите сделать максимальное сокращение налогов для бизнеса, вы хотите сделать максимальную свободу, легализация игорного бизнеса, децентрализация, легализация краткоствольного оружия и тому подобное. либо вы хотите регулировать, контролировать, управлять, вот в чем разница между левыми и правыми. Поэтому на какой вы стороне каждый сам определяется, я для себя лично уже определился. Я правый, я республиканец, я за республиканскую идеологию, за республиканскую партию в Украине, которая должна прийти в классе, которая должна реструктурировать, сделать из олигархии, криптократии и совка, сделать республику. Как это происходило в нормальных западных цивилизованных странах. Более того, я уверен, что и Майдан, и первый Майдан, и второй Майдан, и те Майданы, которые еще будут в Украине, а они обязательно будут, их будет много, эти люди будут тоже, они не будут этого знать в этом трагедии, но они будут тоже стоять за эти же республиканские ценности, за которые стоял и умирал Майдан. Это республика. К сожалению, тогда меня не было на сцене, и тогда никого не было на сцене, кто бы мог объяснить людям и дать визию, что мы делаем? Мы не просто убираем Януковича, а мы строим республику. Мы сокращаем аппарат, мы сокращаем количество депутатов, мы создаем рабочие места, мы даем инъекцию для среднего бизнеса, для среднего класса. Мы инициируем возможности, чтобы инвестиции, как бы сказать, они были целевыми, а не на государство, реформы, еще прочая херня. Это ни о чем. Так это просто вешает людям на уши, как в Украине, так и на Западе, что типа, что дайте нам денег, и мы там что-то сделаем. Нет. Полная ответственность. Ответственность за себя, за свою семью, за свою страну. Вот это и есть республиканские ценности, которые стоят на консервативных. Консервативные республиканцы, они верят в Бога, они верят, что человека создал Бог. Они не верят в Дарвина, который говорил, что человек произошел от обезьяны. Вы верите, что человек произошел от обезьяны? Нет, это тоже, по-моему, критерий, который различает республиканцам. Республиканцам. Так, сейчас еще одного удалю за это. Это еще одно. Это республиканцев от демократов. Поэтому я верю, что человек произошел от Бога, и что Бог создал человека. И Бог создал человека равными. И каждый человек имеет права свободы, и каждый человек имеет право на счастье. Вот поэтому читайте Американскую Конституцию, там все записано. Вот такая моя короткая лекция. Ну что, рассказал я вам, что происходило в СИПАКе. На ответы я так ответил. Я просто хотел поделиться своими взглядами, в чем разница. Быть первоисточником для своих читателей, для своих зрителей, которых я ценю, которых я уважаю, которых я считаю настоящей публикой и настоящей солью Украины. Настоящей элитой Украины, а не псевдоэлитой. И поэтому с этими ушлепками, которые во власти, которых вы знаете, я с ними даже не хочу говорить. С ними говорить нечего. Это испорченные люди, это совки. И дерево, которое засохло, там уже ничего не вырастет. Поэтому я в ту сторону даже не смотрю и вам не советую. Спасибо. Всем доброй ночи. Максимальный репост. Максимальный репост.